Наша страна производит свыше 80 миллионов тонн нефти. Если структурно взять, наша собственная нефть, это нефть производства, скажем, казмунайгаза, вы знаете. Это достаточный объем. Но в стране, в которой есть дефицит ГСМ, горюче-смазочных, любых других продуктов, это нонсенс. Вот на мой взгляд. Первое. Если мы в целом вместе с иностранными компаниями производим 90 миллионов сейчас, я предполагаю так. Где-то потребность нашей страны всего 10 миллионов. Учетом посевной и уборочной среды. И плюс вот заполнить всех нас бензин, канистру, солярку для отопления городов, включая столицу на солярке. Так вот, для этого надо один раз принципиально решить вопрос. Внутренние потребности страны, государства, народа, это национальный интерес и вопросы национальной безопасности, 10 миллионов или 8 миллионов или 15. Надо выставить это, вычинить и закрыть навсегда этот вопрос. Все остальное на экспорт. А не наоборот. Все на экспорт, а внутри у нас ничего нет. И теперь мы зависим от бензина, солярки, российской, сейчас азербайджанской, еще кого-то там просят. Ну это абсурд, это маразм. Опыт других стран, мы его не распространяем, не говорим, нам невыгодно. А опыт других стран говорит, если ты нефтяная страна, у тебя в нефтяной стране бензин должен быть дешевле, вот литра бензина дешевле литра минеральной воды должен. Ну приблизительно вот такой. Вот мой подход. Если бы эти вопросы и проблемы поручили мне, я бы вот так решил. Но не только грали, вы страдаете, я страдаю. Почему поднимать цена, вам никто не объясняет на ГСМ. Почему все должностные лица, от кого зависит нефтяная политика, на местах находятся? Бензин только дорожает, но главное, он и пропадает. А это тема, которая затрагивает национальный интерес, национальную экономику, национальную безопасность, национальную экономическую безопасность. Страна без энергоресурсов, вы знаете, многие там прозябают в какой там, в какой яме и долговой и так далее, со стагнацией там, рецессией в экономике и этих процессов. А у нас страна, слава богу, полна энергоресурсов и полна различных источников мотивации для того, чтобы наоборот у нас уровень жизни не поднимался, снижался наоборот. В соответствии с тем уровнем доходности, который имеется на руках у населения. А если мы нефтяная страна, то вообще у нас должно быть. У нас есть соседние страны, над которыми мы посмеивались, серьезно не воспринимали, а там свет бесплатный, бензин меньше там стоимость буханки хлеба, там и так далее, и так далее. То есть понятно, да? Нам теперь того, кого мы игнорировали, те соседние страны, на них сейчас ориентироваться во многом надо, особенно в энергетической политике. Редактор субтитров А.Семкин